Всем привет, вы на канале Айс. Сегодня я вам расскажу о жизни Иды Галич до того, как она стала известна. Ну а если тебе понравится мой видос, то пожалуйста подпишись на мой канал. Твоя подписка мотивирует меня на новые видео. Ну а теперь я тебе пожелаю приятного просмотра. Будущая звезда интернета появилась на свет 3 мая 1990 года в семье военнослужащего и медсестры. Местом ее рождения в одних источниках указана Германия, а в других Владикавказ. Мать Иды осетинка, а отец русский. Познакомились они в Грузии и через неделю поженились. У нее есть старший брат. В интервью 2016 года она отмечала, что он служит и живет с молодой женой в Чечне. Ранние годы Галич прошли в Германии. Затем по роду службы отца они часто переезжали, сменив около 15 мест жительства. В 2002 году их семья обосновалась в Москве. В первое время девочке было сложно привыкнуть к столичной школе. Она со слезами просила родителей вернуться во Владикавказ. Адаптироваться в новых условиях ей помогла двоюродная сестра. В старших классах Ида мечтала стать популярной и красивой. Поэтому всем говорила, что будет артисткой или стюардессой. Родные же советовали дочери пойти в школу МВД. К 17 годам она не успела определиться с окончательным выбором профессии. И случайно, по ее словам, поступила в торгово-экономический университет. На первом курсе обучения она начала играть в КВН. И тогда поняла, что именно ее действительно привлекает. Это сцена, где можно блеснуть искрометным юмором, очаровать, размешить и заслужить восторженные аплодисменты. В 2011 году она в составе команды КВН «Осенний поцелуй» участвовала в фестивале Центральной лиги Москвы и Подмосковья «Лампа», представ перед зрителями в образе смешной и наивной дурочки. Как говорит сама Ида, «Меня привело в КВН бешеное желание что-то делать, реализовывать себя». Оно появилось в 11 классе. Однажды я вышла на сцену, случайно ругнулась матом и поняла, что моя карьера вот она, начинается. Защитив диплом, она работала культурным организатором по одним источникам в структуре родного РГТУ, а по другим в строительном университете МГСУ. Она писала сценарии и вела различные культурно-массовые мероприятия, продолжая выступления в играх КВН. В 2015 году ее команда «Москва не сразу строилась», сражалась за чемпионский титул в премьер-лиге, дошла до финала и заняла третье место. Также она принимала участие в юмористическом шоу «Камеди Баттл», показывая великолепные актерские способности. Параллельно основной деятельности девушка начала вести Инстаграм. Получить признание большой интернет-аудитории ей удалось не сразу. Вначале она делала 15-секундные заряженные позитивом видеоролики, которые не пользовались особой популярностью. Ситуация коренным образом изменилась, когда Инстаграм снял 15-секундное ограничение на длину видео, и она опубликовала ролик под названием «Типы смеха». Буквально на следующий день оно появилось во всех крупнейших пабликах соцсетей, обеспечив успешный старт ее последующей впечатляющей карьеры. В своих коротких видеоработах она с юмором освещала близкие и понятные каждому темы, рассказывала о студенческой жизни, девичьей дружбе, об отношениях, знакомствах, поездках, о женских привычках и другое. Также она выкладывала много фотографий из своей жизни, где была запечатлена с друзьями и родными. Инстаграм стал для нее не только любимым занятием, но и источником приличного заработка. Первой ее пробой на этом поприще была реклама проката автомобилей с гонораром в 5000 рублей. Позже она стала избирательно относиться к сотрудничеству, отдавая предпочтение крупным брендам. Она отмечала, что не хочет превращать свой блог в рыночную площадку с массой предложений, пуховиков, сапог и сомнительных розыгрышей. При создании своих юмористических роликов, она сама придумывала концепцию, писала сценарий, согласовывала идеи с рекламодателем, снимала и монтировала. Все это отнимало колоссальное количество времени, поэтому в лучшем случае она могла посвятить сну только 5 часов. Затем у нее появились помощники. Ну а сейчас я вам поподробнее расскажу о ее личной жизни. В начале карьеры Ида встречалась со спортсменом по имени Дмитрий. Его часто можно было видеть в ее роликах. Расстались они, по словам девушки, из-за вранья. Сейчас Ида счастлива в браке с Аланом Басиевым. С привлекательным осетинцем девушка познакомилась в ноябре 2017 года в ночном клубе. Мужчина был вместе с другом. Друг узнал в незнакомке популярного блогера. А вот Алан никогда не интересовался юмористическими видео, поэтому не узнал в девушке Иду. Через три месяца после знакомства Ида и Алан поехали отдыхать вместе, после чего их роман получил стремительное развитие. В мае 2018 года влюбленные сыграли свадьбу. В ЗАГСе присутствовали только самые близкие люди, жениха и невесты. А вот на торжественное мероприятие собрался весь цвет российских инстаблогеров. В августе 2019 года Ида подтвердила, что она беременна и посоветовала, что конспиратор из нее никакой. Что еще хочется сказать, что ранее она занималась вокалом и даже боксом. Ну а любимое место ее прогулок это Кузнецкий мост, где расположено много памятников истории и архитектуры. Ну а сейчас звезда инстаграма продолжает делиться с подписчиками юмористическими видео и фотографиями из жизни. По словам блогера, в каждом ролике она старается пробудить стремление к позитиву, наполнить видео смыслом и чему-то научить. К примеру, в видеоролике современная история Золушки, где красавица превращается в уродину, она призывает не изображать из себя кого-то, кем не являешься, а быть собой. Ну и да, совсем забыл сказать, что 7 февраля 2020 года Ида родила мальчика. Ну вот на этом мой видос подошел к концу. Если тебе все понравилось, с тебя лайк и подписка на канал. Всем удачи, всем пока. У меня интересная коробочка. Underground. Что такое Underground? О, это пусть и па... Что такое Underground? Субтитры сделал DimaTorzok